Задержанный. Это вы на фото? Нет. Ври лучше, приятель. Нос выдает тебя. Ну, привет, дорогой. И где ты был всю ночь? И почему у тебя след от помады на рубашке? Еще скажи, что это такой принт на ткани. Нет-нет, ты все не так поняла. Я сейчас объясню. Я был в клубе, ты знаешь. Я уже заходил, но тут у охраны закончились чернила в штампе. Что же делать? Но охранник опытный. Он накрасил губы помадой и начал ставить всем на входе поцелуй вместо печати. Привет, дорогой. Эй, Джейк, а что с нашим телевизором? Ты опять тренировался дома играть в футбол? Сколько раз я тебе говорила? Подожди, Мелани. Сейчас я тебе все объясню. Я как раз смотрел по телевизору чемпионат по боксу. И тут Рик, стальной кулак, случайно ударил хук в наш экран. Простите, ребята. Дорогой, я ушла. Стоп, разворот. А что это висит на лампе? Это точно не мое. Дорогая, я сейчас все объясню. Это не лифчик, а мой холдер для инструментов. Я надеваю его, когда нужно забить гвоздь. Прячу гвозди и молоток в чашечке. Очень практично все под рукой. Я такой хозяйственный. Не верю. Придумай что-нибудь получше. Ну хорошо, это мои наколенники. Я надеваю лифчик, когда катаюсь на роликах. Безопасность коленных чашечек превыше всего. Не верю, это чушь. У тебя еще есть версия? Ну хорошо, я признаюсь тебе. Я был в магазине, и там Использовал этот лифчик вместо пакета для покупок. Очень удобная многоразовая переноска для кокосов. Попробуй сама, если не веришь. Вот это похоже на правду. Ты заботишься об экологии, дорогой. Эй, Джейк, что с твоим носком? Посмотрите, он снова дырявый. Я вам сейчас все объясню, парни. По дороге сюда я встретил милую плачущую девочку. Она рыдала, потому что ее кукла замерзла без шапки и может простудить свои ушки. Я не мог оставить девочку и куклу в беде. Пришлось пожертвовать кусочком носка. Зато у куклы появилась шапочка. Видите, я герой, а не оборванец. Дорогой, я дома. Познакомься с моими родителями. Упс, молодой человек, почему вы готовите голым? Это опасно, Мелани. Это что, новая мода? Родители, сейчас я все объясню. Я мирно спал, когда в квартиру забрался грабитель. На дорогую технику и деньги ему наплевать. Он охотится за вещами. О да, рваные джинсы, я сорвал куш. В общем, вор забрал всю мою одежду. Повезло еще, что он оставил фартук. Мелани снова опаздывает. Прошел уже час. Ну где же она? Дорогой, прости за опоздание. Я сейчас все объясню. Ты не поверишь. Я уже шла к тебе. Но столкнулась в дверях с еще одной девушкой. Проходите. Нет, вы проходите. Нет, вы первая. Нет, только после вас. Ты иди уже. Сама иди! В итоге мы с ней обе застряли в дверях. И ждали, пока приедет эвакуатор. Вот поэтому я и опоздала. Какой чудесный день. Пока мы не встретили мою девушку. Рик? Что? Что? Как ты посмел? Подожди, дорогая, я сейчас все объясню. В этом парке ввели новые правила посещения. Отныне нельзя просто идти по тропинке. Проход разрешен только если ты несешь девушку на руках. Пришлось подхватить эту незнакомку. Ты же знаешь, я не могу пойти против закона. Угадай, кто? О, нет, вы ошиблись. Я жду свою стройную Мелани. Это я, Джейк. Сейчас я все объясню. Перед вылетом я выиграла сертификат на гигантскую пиццу и пончик размера XA. Я не могла им отказать, Джейк. Они все были так добры ко мне. Пришлось все сразу съесть. Дорогая, я дома. Как прошел день? А это что? Там в шкафу кто-то есть? Здрасте. Мелани, что это означает? Я сейчас все объясню. У нас сломался кондиционер. И я не могла понизить температуру. Я вызвала мастера. Он пришел и начал работать. Но было так жарко, что в одежде работать просто невозможно. Мастер все снял, даже усы. Но ты ведь знаешь, как я не люблю разбросанную одежду на полу. Оу. Поэтому мастер спрятал все в шкаф. Но зацепился за ящик и упал в шкаф вместе с вещами. А тут как раз и ты пришел. Понравилось, как наши герои нелепо лгут? Тогда пиши в комментариях, случалось ли тебе попадать в неловкие ситуации и выдумывать для себя невероятное оправдание. И обязательно подписывайся на наш канал, ставь лайк этому видео и жми на колокольчик. Не пропусти новые веселые видео на канале ВУХУ.